Концертный зал Новосибирского оперного театра открыли после реконструкции. Сцена, с которой связаны яркие страницы музыкальной истории Сибири, теперь ждет новые имена и события. Одними из первых акустические достоинства зала имени Исидора Зака оценили мировые звезды оперы. И моя коллега Елена Мершниченко. Преобразить, но сохранить изюминку. Такая задача стояла перед реконструкторами концертного зала в оперном театре. Оставили проект 1937 года, с которым авторы завоевали гран-при на всемирные выставки в Париже. Сохранили здесь и главное свойство зала – многофункциональность. Вторая сцена оперного театра долгое время была единственным концертным залом в Новосибирске. Пока не построили зал имени Катса, симфонический оркестр располагался здесь. Ставили на этой сцене и детские спектакли. При реконструкции придерживались идеи мультижанрового пространства. То есть на этой площадке есть технические возможности проводить концерты академической музыки, спектакли и кинопоказы. В зале имени Сидора Зака установили новое световое проекционное оборудование, улучшили акустику. Потому в первую очередь на малой сцене будут проводить камерные концерты. Планируют развивать и детский музыкальный театр. Зал станет также своего рода образовательной площадкой, где будут читать лекции. Новосибирск претендует на центр всего, на территории нашего края. Поэтому, безусловно, конечно же, и в развитии культуры мы постараемся занимать лидирующие позиции. Тем более, что все предпосылки для этого у нас есть. И история, славная история. И у нас есть коллективы, сегодня очень интересные коллективы. Но, конечно, безусловно, у нас есть материальная музыкальная. По словам исполняющей обязанности директора театра Снежаны Любарь, новосибирский оперный за последние два года стал заметно привлекательнее для горожан и гостей города. Вместе с посещаемостью в два раза выросли и доходы от продажи билетов. Амбициозная задача, которую мы ставим перед нашими театрами, она непростая, у меня всякого сомнения. Но это стремится на каждый бюджетный рубль зарабатывать рубль собственных доходов. Мы об этом и мечтать не могли несколько лет назад. Но сейчас, если бы за последние годы мы не увеличили бюджетное финансирование, то можно было бы сказать, что уже в следующем году рубль на рубль так и вышло бы. Но теперь придется догонять увеличенное бюджетное финансирование. В обновленном зале уже прошел первый концерт в память об итальянском композиторе Джоакино Рассини. На сцене симфонические оркестры хор Новосибирского театра и звезды мировой оперы, такие как Вероника Джоева или Лоуренс Браунли. В ближайшие месяцы на малой сцене театра планируют поставить несколько опер по сюжетам Пушкина. Это будут мини-спектакли с декорациями, танцами, светом и видеопроектором. Есть задумка проводить тут и вечера романсов. У коллектива театра на эту площадку много планов. Елена Мирошниченко, Евгений Агеев, Новости УТС.